Ярославские планетарии протестировали на доступность для людей с ограниченными возможностями. В рамках акции «Доступный город» инвалиды-колясочники попытались посетить центр без посторонней помощи. Для тех, кто в кресле, главная преграда – ступеньки. Дарья Крот узнала, сколько их в планетарии. С одних колес на другие. И так уже 12 лет. Жизнь Ольги Лукьяновой перевернулась в один момент. На работе в офисе на женщину упал шкаф. С тех пор инвалидное кресло. Я, наверное, лет 5-6 сидела дома. Не то, что боялась. Я старалась выходить на улицу. Но, опять же, доступности нет. Дома ступеньки, выбираться и сложно. К новому образу жизни женщина приспособилась. В планетарии приехала сама на автомобиле с ручным управлением. Приехала. А вот попасть внутрь не получается без посторонней помощи. Для людей с ограниченными возможностями предназначены вот эти четыре парковочных места. Следующие два свободны для всех. Вот здесь водитель припарковал свой транспорт, не нарушая правил. Однако на этом месте машина перекрывает пандус. И хоть он и есть, сюда инвалидам уже не заехать. Руководство планетария так и не объяснило, почему рядом с пандусом не расположили место для инвалидов. Объясняют сами колясочники. Те, кто никогда не сидел в кресле, просто не замечают таких мелочей. А между тем, даже одна ступенька становится непреодолимой преградой для человека, прикованного к инвалидной коляске. Есть проблемы на местах, поликлиники, например, детские и дрожжи. Я знаю, что в некоторых больницах даже нет лифтов. Внутри планетария ступеник минимум. Если преодолел первую, дальше проще. В зале предусмотрены места для инвалидных колясок. А вот выставка и кафе располагаются ниже, примерно на 12 ступенек. Чтобы попасть туда, необходимо обратиться к сотрудникам планетария. Они помогут воспользоваться подъемником. Так называемый лифтер здесь дежурит всегда. А выше, к отдельной уборной, тоже ведет пандус. Недоступным остается только второй этаж. Туда ведут десятки ступенек. И никто из сегодняшних гостей его никогда не видел. Указать на такие моменты и есть задача проекта. Одно дело, ты себе представляешь в голове, как это должно быть, чтобы это было доступно. Другое дело, когда человек приезжает на коляске, и там уже вылезают какие-то нюансы, которые, может быть, было бы просто убрать, но людям было бы уже намного удобнее, намного комфортнее. Но, несмотря на все минусы, планетарий, говорят инвалиды, одно из самых доступных мест в Ярославле. Теперь на его дверях соответствующая наклейка. В городе таких объектов с десяток. И часто людям с ограниченными возможностями просто необходима помощь прохожих. Дарья Крот, Игорь Мосин, Новости города.